Всем привет, мои хорошие! С вами Катя и это канал GigiFamily. Продолжаем один лучший месяц моей жизни. Так, оторвались мы от полицейских. Это Хоуп? Если мы собираемся ехать дальше, ты должен меня слушаться. Почему ты начал стрелять? Я не хочу, чтобы они нас поймали, мам, потому что ты болеешь. Что? Я слышу, как ты говорила с Кики. Да это пустяк. Чем ты болеешь, мама? Ничем таким, чего нельзя вылечить. Давай поищем дедушку. Ищи желтый дом или то, что от него осталось. Надеюсь, с дедушкой все хорошо. Я тоже. Вот вон там, там желтый дом. Да, наверное, это он. А почему это единственное целое дом осталось? Кости, 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 сухие кости. Кости, 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 сухие кости. Слышу я слова Господни. Петь не буду, не знаю. Что это за песня такая? Простите, мэм, это дом 501 Парус Вильстрит? Ищи Леона Коннора. Хороший человек. Вы его знаете? Он с моим сыном дружил. Единственное, хорошее белое в этом городе. Вы сказали, дружил? Он уехал несколько лет назад. Вы не зайдете куда? Сказал что-то насчет аллигаторов и фермы в болоте. Он пил или принимал наркоту? Да нет. Иногда мы стаканчик самогоночки пропускали и все. Сказал что из этих аллигаторов туфли себе сделает. Угу. Дальше наркоту. Мой сын. Он больше об этом знает, но... Но... Параденько назад он ушел погулять вечерком, да так и не вернулся еще. Много наших братьев в последнее время пропало. Но Господь милостивый все видит и сегодня обратил свой гнев на белого человека. Кажется, вам тоже досталось. Угу. Прошу, мадам, помогите мне. Что случилось? Не могу найти мою дочку, я его сумоляю. Помогите. Она пропала, я не могу ее найти. Вы не видели мою бабушку? Старенькая такая. Успокойся, где твои родители? У меня только бабушка, я ее очки нашел, она без них ничего не видит. Пожалуйста, помогите. Блин, а кого искать-то? Маленькую девочку или бабушке? Ну, у этой дочка, блин. А этот один вообще без баб... Давайте бабушку. Как вас зовут, мам? Дорис. Послушайте, Дорис, сперва мы найдем бабушку этого парня, а потом поищем твою дочку. Хорошо? Она сейчас совсем ребенок, совсем малютка, ей нельзя быть одной. Я помогу Дорис. Ты прости, Пэт, но мои доченьки еще вся жизнь впереди. Ну, давайте раздышим. Сядь из машины, мэч. Мам, мы должны помочь. Только оглянись вокруг. Ладно, обычным окрестностей встретимся здесь же, возле желтого дома. Каждый раз, когда мама понимала, что я права, она вела себя непредсказуемо. Каждый раз. На моей бабушке была красная юбка. Ясно, иди за мной. Помогите найти мальчику бабушку. Так, не кажется ли, я вижу что-то красное? Какая-то тряпка. Тряпка это не платье, ладно. Или что там, юбка, он сказал? Так. Женская туфля. Ты бы хоть малой бы сказал, где вы живете-то. Плюшевый медведь. Подождите, вот бабушка лежит, или мне кажется? О, боже. Мэм? Вы меня слышите, мэм? Слава богу, надо вызвать скорую. Где Пэт? Пэт? Пэт, ты здесь? Пэт, ты здесь? Так скажи, я здесь, бабуля. Внучок, послушай меня. Это очень важно. Возьми мой кошелек. Там есть деньги. Хватит на дорогу. Бабушка, надо тебя отвезти к врачу. Угол Моутен и Вебстер, Сан-Франциско. Там живет человек по имени Джордж. Он о тебе позаботится. Бабуля, нет, бабуля! Дорогой мой, я всегда буду с тобой. Всегда. Бабуля, нет! Митч, вы не видели моего сына? Леон все твердил про черную тресину. Простите, что? Что-то говорил про черную тресину в Луизиане. Так он туда пошел? Он о тебе говорил безумно, кумилая. Нашли? Нет. Митч, ты в порядке? Это малышка. Она умерла. Такое случается, Митч. Это так несправедливо, когда ребенок умирает. Когда кто-то молодой умирает. Ты разве не молодая? Ну, можно сказать, что молодая, но я еще не собираюсь умирать. Но если так случится? Митч, мы ведь всегда можем бороться, так ведь? Думаешь, та женщина, которая плакала, когда увидит своего ребенка, будет бороться? Я не знаю. А как бабушка Бетта? Давайте скажем правду. Мы нашли ее, но было слишком поздно. Да, проехать митч, до Луизианы быть не близкий. Открытость у нас уже сто процентов. Думаю, она вела в виду, что-то другого, когда сказала, что она ждет лучший отпуск в жизни. И все же этот отпуск перевернул всю жизнь, по крайней мере, мою. Тогда моя мама сказала, у каждого поступка, хорошего или плохого, есть последствия. Вот что такое карма. Она была права, само собой. Но когда мы уехали из того города, мне показалось, что мои действия не повлияли ни на что. Далеко еще, мам? Мама? Ой, ой. Мам, мама? Мама, прослись, мама. Спокойно, мама, я и разберусь. Надеюсь, он шмалять не собирается. Все в порядке, парень. Что вы тут делаете? Ответить все кончено. Мы долго ехали, и ей нужно было чуть-чуть отдохнуть. Хорошо, только не стойте слишком долго, скоро темнеет. Как ты себя чувствуешь, мама? Уже лучше, зайка. Посмотрю, что тут машины. А ты попробуй ее завести. Черт, пыль, мне просто отсюда уехать. Так, Митч, давай. Ладно, мам. Это вот такие дети кукурузы. Стивена Кинга. Ты как, мама? Да, не волнуйся. Мама! Все хорошо, Митч. Так, попросите помощи. Вы можете нам помочь? Что у вас трясло? Машина не заводится. Где твой папа? Тут его нет. Вы нам поможете, сэр? Моя мастерская тут недалеко. Я вас отбуксирую. Как же нам повезло, да? Но это мы посмотрим. Надеюсь, ничего плохого не произойдет. Я, Уиза, это мой сын Митч. Томас. Еще раз спасибо. Потом меня поблагодарите. Вы знаете, сколько времени займет ремонт? Трудно сказать. Ой, что-то слишком много машин у него тут. У нас все что и ствол. А, ну ладно, у него тут жена. Уже неплохо. Или мама. Не знаю. О, ты привел гостей. Добро пожаловать. У них машина сломалась. Придется чинить. Добрый вечер. Мы не хотим вас стеснять. Глупости. Мы рады гостям. Но к нам редко кто заходит. Как тебя зовут, дорогая? Уиза. Это мой сын Митч. Я так рада, что Томас вас привез. Он у меня хороший мальчик. Это правда. Он остановился, чтобы нам помочь. Куда ехали? Мы направлялись в Афлориду. Ого, путнем в леске. Без машины будет тяжело. По каким делам? Да так, по-всяким. А где твой папа, мой сын? Папа остался дома из-за работы. Понятно. Да вы входите, входите. А то, может, они к ней дома нечелы. Уже который раз спросили братца. Ей печенье испекла. Так, тут есть детки. Ничего себе, у них тут бита. Это мои внучки. Привет. Тебя как зовут? Митч. А я Ада. Айда. Ида. Ода. Хочешь с нами поиграть? Это ты хорошо придумал, Ада. Идите, поиграйте. Бедные девочки. Их мать ушла, когда они были еще малютками. Из-за чего просто так? Просто так. В утром собрала свои вещи и ушла. Теперь воспитываю их с моим сыном, но в машинах он разбирается лучше, чем в детях. Он всегда был на себе на уме, но он хороший мальчик. Да, вы уже говорили. Не знаю, сколько времени отвел Господь, но вечно я жить не буду. Девочка мать нужна. Кто-то, кто укроет от всего мира и заставит работать по дому. Так, есть проблема. Без света я ничего не сделаю. В это не второй день, торнадо повредил провода. Залочуете в гостиной. В котором я посмотрю, что можно сделать. Мы не хотим быть обузой. Да, брось, дорогая. Мы гостей любим, и потом, что вам еще делать? Пойду закрою мастерскую. Никогда не знаешь, кто в такую ночь может рядом шататься. В какую ночь? В темную. Давай-ка тебе комнату лучше покажу. Блин, она не выглядит, как семья маничьего, честно. Большое спасибо, вы очень добры. Да не за что. Хочешь с нами в пятки поиграть? В темноте? Боишься? То есть, скажем, я не люблю темноту. Если выиграешь, станешь светлее. Мы сейчас встречаемся в разных комнатах. Тебе нужно найти нас по очереди и назвать имя за жизнь свечой, если угадаешь. Закрой глаза и считай до десяти. Пойдемте искать. Вот ты где? Ты меня не нашел, но тебе должны назвать мое имя. О, подожди. Ада... Подожди. Ада Ида Ода. Это вроде Ида. Ида, тебя зовут Ида. Да. Тебе можешь зажечь мою свечу. И чтобы не звука. Ты же не хочешь, чтобы я тебя наказал. Опа. Нихрена себе. Какая-то мутная семейка, я же говорю. Заперта. А может, их мама и не сбежала. Нашел. Тебя зовут Ада. А что, она плачет? Ты что-то... Не нашел. А что ты плачешь-то? Эй, что случилось? Я его слышала. Кого? Из подвала. Ты меня разыгрываешь, да? Это же кого-то манический дом какой-то. Все хорошо, ничего не будет, понятно? Дай мне руку и пойдем отсюда. Мы не можем выйти, пока ты не угадаешь наши имена. Такие правила. А иначе нас накажут. Это же просто игра, ну ладно. Тебя зовут Ода. Да, ты правильно запомнил. Теперь ты можешь зажечь мою свечу. Ты всех нашел, завтра поиграем в другую игру. Завтра я уезжаю. Как знать, как знать. Жди, Ада, Ода, Ида. Я видел, как ваш папа выходил из этой двери и с кем-то говорил. Скажем ему. В подвале живет привидение. А точно не какой-то монстр? Я знал, что они поверят. Куда никому нельзя ходить. Папе можно уносить в привидение всякие вещи. А вот в этом она не трогает нас с бабушкой. То есть Ада, Ода, Ида, да? Но иногда по ночам из подвала доносятся... А, или Ада, Ида, Ода. Дети, ужинать! Знаешь, малыш, мы с твоей мамой хорошо помадили. Я это чувствую, так недорогая. Ответить осторожно. Вы очень добры, мэм. Ты мне напоминаешь кое-кого, но... Ты гораздо красивее, разве она не милая, Томас? Привет, Том. Джордж. В первом Макса Хантера в 11 есть работенка. Хорошо, я буду. Еще кое-что. Ты тут поблизости не видел, голубые кадила. Говорят, возле дороги такой стоял. Нет, не видел. Ладно, увидимся. Хорошенько повеселимся. Да кто вы такие? Дорогая, была бы ты не замужем. Мой Том был для тебя отличной парой, а? Мам, ты можешь помолчать? Кстати, а почему ты обручальное на кольцо не носишь? Извините, ма. Индейка вообще вкусная. Вы слышали? Это привидение? Привидение? О, ты уже взрослый, чтобы видеть эти сказки. Мне сказали, что вам нужно приносить ему разные вещи. Да, мы шелухи для чертовых крыс. Однажды нашу собаку вкусила гримучая змея. А что с ней стало? Она умерла. Гримучая змея или собака? Собака умерла, а змея уползла. А вас противные девчонки, я накажусь за то, что пугаете гостей. Они ни в чем не виноваты. Так. Перестань пререкаться, Митч. Спасибо вам за прекрасный ужин. Ну, здоровье. Мы всегда рады гостям. Мы, пожалуй, пойдем спать. Я еле держась на ногах. Мама болеет. Да? А чем, дорогая? Ну, так, пустяки, обычная простуда. Завтрак в 7 утра. Еще раз спасибо за все. Доброй ночи. Нужно текать отсюда. Я же говорю. Мам, это очень странное место. О чем это ты? Когда он выходил из подвала, я слышу, как мистер Томас пригрозил кого-то наказать, если он не будет вести себя тихо. А потом сестры рассказали мне про привидение, которое там живет. И когда мы ужинали, мы слышали снизу какие-то звуки. Тут явно что-то очень злое, мама. Это просто наше воображение. Но мое воображение не говорит, что все еще хуже. Откуда ты знаешь? Шшш. Мне кажется, комнату закрыли. Сиди тихо. Я должна проверить, они-то вообще не засну. Я с тобой. Нет, Митч, сиди здесь и не выходи, чтобы не случилось. Запрыть дверь, если я постучу трижды, тогда меня впустишь. Мам, я боюсь привидений. Я не хочу тут сидеть один. Так, медвежонок, мы не можем всю ночь стыщить со страха под одеялом. Мир не должен тебя изменить, а ты должен изменить этот мир, понял? Понял. Ты умница. Дверь подвала заперта. Тогда я поищу ключ. А что, мы пистолет не возьмем? Возьмем, конечно. Найти ключ от подвала. По сторонам чемодана, ключей здесь нет. Ну вот здесь в комнате же было что-то. Он в комнату же зашел. Ты куда ты? Ладно. Так, посмотри. Здесь только ложки какие, причем грязные. В общем, музыка такая нагнетающая. Опа. Вот и ключи. Кешка войдет в дом очень странный. Подождите, ну это же входная дверь. Мы же тут зашли, нет? Или мы оттуда зашли? Блядь. Они не подходят. Твою мать. Ааа, они, блин, гребаные кукускуановцы. Сейчас ты к ним присоединишься, несносная сука. Давай, постой, постой, постой. Бита, 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 бита. Я же говорю, что тут бита для чего-то. Они кукускуаны, или как они там? Митч, поищи ядовку, чтобы его связать. Нужно его обыскать для начала. Надеюсь, это видовка его удержит. Вот это должен быть от подвала. Мы туда пойдем? Так, нет, Митч, пойду только я, а ты возвращайся к комнате, и на этот раз не выходи. Ты так ничего не научилась. А то ты научился такому, что меня пугает. Причем от меня. И что в этом плохого? Митч, пожалуйста. Ладно, мам, я буду там. А пистолет наш где? Так, ну тут явно кто-то живет. Томас с дружками. Вот тут и ты, ублюдок. Так, тебя я не знаю, но на этом семейном фото отлично смотрелось бы милая бабуля. Эй, кто здесь? О, боже! Что тут происходит? Осторожно, он скоро вернется. Вы должны бежать, когда он узнает. Успокойтесь, он вас больше не тронет. Выпустите нас, пожалуйста. Подождите, темноволосые. Светловолосые. А здесь что, рыжая будет? Да, это же как девчонки. Сколько он вас тут уже держит? Я не знаю, несколько лет. А те девочки? Это наши дочери. Мы их слышим, когда они играют над нами. Он их отец. Он похитил меня, когда я бежала вдоль дороги. Он забрался в наш дом, ударил моего отца молотком. Мой... Мой отец жив? Я пошла с ним на свидание в бар, а очнулась в этой клетке. Почему нас никто не пытался найти? Что с вами? Я в порядке. Пойдем наверх. Он нас убьет. Нет, он сейчас в отключке. Охренеть. Что мы будем с ним делать? Не развязывайте его, чтобы он не говорил. Вызовите полицию. Там сидят его дружки. Даже они не смогут вас спасти. Но если вы боитесь, сообщите местную газету. Ах ты, сука! Ты не оставила мне выбора. Он еще жив. Она еще жива. О, это поправимо. Ладно, я должна идти. Вы не знаете, где здесь ферма Макса Хантера? Мы отсюда валить. Кто был в подвале? Я тебе расскажу по пути. Зачем тебе костюм мистера Томаса? Теперь наш черед играть в привидений. Покончим с всеми делами перед Луизианой? Да, мама. Давай покончим с делами. Значит, я тебя кое-чему все-таки научила. Вон там кто-то идет. Сшибай. Крутая у меня была мама. Я это прекрасно понимаю. Но с другой стороны, сам я дважды подумал, прежде чем подвергать ребенка риску. Ну это-то да. Так, на это раз ты из машины не выйдешь. Поклянись, Митч. Сначала ты поклянишься, чтобы ничего не случится. Клянусь. Я тебе не верю. Я тебе тоже не верю. Наконец-то, Томас. Это шериф, нехуй. Ты, блядь, не мог побыстрее? Победай касту у Томаса, а не то застрелишь этого хуевого нигера еще до того, как мы его повесим. На колени. Пизда вашему Томасу, и вам будет пизда, если сетки 2 секунды не станете на колени. Ух ты ж, блядь. Ну, самый храбрый побежал. Может, выжил еще? Может, и выжил еще? Хочешь к нему? Капюшон снял. Знаешь его? Да, он наш шериф. Ну, точно, я же видела фото. Наручники его. Ты совершаешь большую ошибку. Ты совершил ошибку, когда сфоткался без капюшона на вашей линчевательской вечеринке. Отзабери его оружие. У меня и у других людей есть свои фотографии. Каждая из них — это смертный приговор. Сделать сделку? Итак, мы уже выяснили, кто-то. А ты знаешь, кто я? Нет. Давай, блин, что задайся. Это я была на том голубом Кадиллаке. Так это за тебя награда. Ну, расклад такой, что я себя задержу. Вот куда ты сядешь, ты электрический стул. У меня с собой твои фото со всеми твоими жертвами. Так что если копы меня остановят, я их достану и... Я понял. Я знаю, о чем ты думаешь. Если разделаешься с нами, ты никто не увидит фотографии. Я уже отправила копию в безопасное место. Если хоть один цветной исчезнет в городе Хопли и его крестницы газеты получит твои фото. И знаешь что? Если бы мой сын за нами не наблюдал, я бы уже сама тебя убила. Вот так. Почему вы сами его не отвезете, мэм? Я нужна в другую сторону. Я должна найти черную кресину, что в Луизиане. Черную кресину? Ага, бывал там? О, это может сын бабули? Нет, боюсь. А, нет. У меня там есть один хороший друг на ферме аллигаторов. Это сын бабушки? Его не Леон звали? Боже, милостивый, да, Леон? Как ты Луиза? Леон столько тебе рассказывал. Да, это сын бабушки. Твоя мама тоже самое сказала, если познакомилась в Хопе. Как непостижимы судьбы его и неизлюдимы пути его. Твой отец так много хотел тебе сказать. Он все убивался, что не успел. Подожди, что значит не успел? Найди его и спроси сама. Хорошо, я оставлю шерифа на тебя, но не делай глупости. Он тебе наобещает гор золота. Спасибо, Луиза. Позже мы посчитали в газете, что ниггер убийца похищил шерифа, но шериф освободился и убил его. Да блин! В смысле? Но за нами не гнались. Ты у него попала, мама? Я не знаю. У меня же было в Винчестере, я мог бы тебе помочь. Один раз выстрелишь человека и больше не остановишься. И что? И то убьешь невинного человека и не сможешь себя простить, или кто-то другой тебя убьет. Тогда зачем ты выстрелила? Затем, чтобы никто тебя не убил. Мы едем к дедушке? Да. А дедушка крутой? Когда-то был очень крутым, пока не оставил детей, ничего не сказав. А мой папа тоже оставил нас, ничего не сказав? Нет. Можешь хоть немножечко поучать, Нич? Блин, жалко, что этот не выжил. В следующие несколько часов мы ехали молча. Друг мама повернулась ко мне и сказала, самая важная вещь в жизни это твои принципы. Блядь, я это думал, что это мы живем в жопе мира. Так, похоже, это единственный путь. Давай туда, посмотрим, что там. У меня нехорошее предчувствие. Мы же не могли столько проехать, чтобы повернуть назад. Ладно, садись в машину. А давайте на этом мы тогда закончим. Ух, тут прям с каждым разом все круче и круче, и все запутанное и запутанное. Но я только знала, что это какая-то ненормальная семейка живет в этом доме. Ну что, ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы нас не потерять. С вами была Катя, канал JJ Family. Пока-пока.